Казахстанский общественник и юрист заявил о том, что в Шимкенте раздают природоохраняемые территории. По словам Бакаджана Базарбека, городской дендропарк за последние годы лишился несколько гектаров. Якобы эту землю отдали под строительство коттеджей. Наша корреспондент Анастасия Новикова обратилась в Экимат Шимкента, чтобы выяснить, так ли это. Больше двух гектаров под строительство коттеджей. Общественник и юрист Бакаджан Базарбек заявил о том, что площадь Шимкентского дендропарка уменьшилась и ее отдали под возведение частных строений. Мужчина уверяет, изначально территория парка занимала 150 гектаров. В 2018-2019 годах она составила 120 гектаров, а сейчас и вовсе чуть больше 117 гектаров. По словам юриста, при анализе базы данных государственного земельного кадастра он обнаружил зону отчуждения и пришел к выводу, что это бывшие территории особо охраняемого природного участка. В контуре границ бывшей территории дендрологического парка сейчас расположены более 46 земельных участков. Целевое назначение этих земельных участков, которые ранее находились в составе дендрологического парка, сейчас они не находятся в составе дендрологического парка. Это для строительства индивидуального жилого дома и для строительства коттеджного городка. И периоды отчуждения, по нашей информации, составляют в 2018-2019 годы. По словам юриста, земли особо охраняемых природных территорий находятся в госсобственности и не подлежат отчуждению. В Акимате Шимкента заявление назвали не иначе, как фейком. Говорят, постановлением Акима города дендропарк действительно на время прокладывания вело и беговых дорожек был временно передан управлению строительства города, а потом его вернули в Управление по развитию городской комфортной среды, и его площадь оставалась неизменной. Согласно госактам, от 4 декабря 2009 года и от 11 ноября 2019 года площадь дендропарка составила 117 гектаров. То есть с 2009 года по настоящее время площадь дендропарка не менялась. Информация о том, что земельные участки дендропарка были проданы для строительства коттеджей, не является действительным. Бакаджан Базарбек обратился в Департамент по управлению земельными ресурсами для того, чтобы те инициировали проверку. Выяснить, на чьем балансе находится дендропарк и не отдавали ли частникам природоохраняемые земли, предстоит и Республиканской комиссии по решению острых вопросов в сфере земельных отношений ЖЕР-Аманат. Анастасия Новикова, Дориан Абзиев, Абзал Турябеков и на форум-бюро Шумкент.